Hi, my students! Сегодня мы в очередной, внеочередной лекции, или как эссе можно назвать, поговорим о предстоящих выборах. Ну, во-первых, вначале хочу поздравить всех студентов наших с началом учебного года, и аспирантов, и докторантов, всех учащихся, невзирая на возрасты от мала до велика, и даже учеников с началом учебного года. Предстоят через две недели выборы. Ну, кто решился, что он не пойдет на выборы, таких примерно, сейчас на данный момент Левада Центра насчитывает порядка 50%, то, значит, им по барабану, как говорится, это сообщение. Ну, вот, для тех, кто пойдет, можно будет рассмотреть варианты. Ну, напомню, что в настоящих выборах, в единое дело голосования, 18 сентября, у нас будет 14 основных таких, которые называют себя партиями. Но, в самом деле, это партиями считать нельзя. Сейчас вот объясним теоретически, почему это так нельзя. Ну, во-первых, что такое партии? Партия – это как бы промежуточное звено между высшими управленцами и основным народом. Для того, чтобы разделить народ на подрубку. Вот как в животноводстве. Допустим, куры живут в курятнике, там свиньи в свинятнике, коровы в коровнике и так далее. Вот по этому принципу, в принципе, пирамидальное устройство, все это вот по такой схеме вот партии. Вот они вот нарисованы такими треугольничками, это партии схематично. А наверху – уровни высших управляющих. А электорат охватывается, нижнее звено охватывается вот этими партиями. Там есть лидеры этих партий. Они отражают какие-то интересы различных групп населения. Всех кормят разными словами. Крестьян одними словами кормят, рабочих другими словами, интеллигенцию третьими словами. Ну и олигархов, соответственно, другими словами кормят. Пасут, так же, как вот в животноводстве. Аналогия примерно одна и та же. То есть, когда пасут, надо стадо припасать по кучкам по своим. Для этого, для того, чтобы припасать вот эти группы населения, существуют вот эти партии. Что такое партия? Партия – это дело. И в то же время разделение. То есть, разделить на партии, разделить на части. Партия тракторов, геологической партии – это уже дело. То есть, разные смыслы этого слова «партия» есть. Ну, я бы, как вот мы, как студенты, близкие к техническим наукам, можем определить партию как множество, множество элементов, которых имеют одинаковые свойства какие-то. Или одно, или несколько одинаковых свойств. Например, партия тракторов. Или партия зубочисток выпущена. Партия велосипедов. Вот. Они обладают определенными характеристиками и свойствами. Вот так же и эти партии. А вообще-то определяется энциклопедически, как эта группа людей, объединенных общностью идей, интересов. Это политическая партия. Политическая партия – это организации, выражающие интересы общественного класса или его слоя, объединяющие их наиболее активных представителей и руководящие ими в достижении определенных целей и идеалов. Вот сейчас мы об этих целях и диалогах говорим. Вот 14 партий. Целей никаких ни одной партии этих нет. Они цели перед собой не ставят. Потому что для того, чтобы иметь цель, надо иметь определенную идеологию, видение, перспективы, будущее. Ни одна из партий это не показывает. Считается, что в принципе нормальные партии – это высшая форма классовой организации. Но мы сейчас посмотрим, что ни одна из партий, они не выражают ни интереса всех существующих в стране классов и даже прословек. Появление политических партий связано с расколом общества на классы и историей классовой борьбы за обладание властью. Это хорошо рассмотрено в классиках марксизма и ленинизма. У Маркса, Энгельса, Ленина, которые, кстати, основатель партии нового типа. Партия действительно боевой, борющаяся за владение властью в интересах трудящихся, под лозунгом «интересы трудящихся». Определенные цели, цели с целями – социализм, коммунизм, построение социализма, затем коммунизма. Уже вот при Хрущеве ставилась цель построения коммунизма в одной стране. Вот это признак партии. То есть у нее есть идеология, есть цели, и есть тот класс, на который она опирается. В данном случае класс трудящихся. В дальнейшем трудовая интеллигенция появилась, к рабочим крестьянам добавилась. Вот это была партия РСДРП, потом КПБ, и затем КПСС. На этом цели закончились и все. Те, так, выродки КПРФ и РКП и другие, они, это фактически уже осколки той КПСС, которая была при Сталине. При Сталине, ну, при Хрущеве начал развалиться. Это была настоящая партия. Дальше внешнее управление, естественно, никакого партийной организации не предусматривается. Отметим, что вот результаты выборов-то действительно при любой явке, вот явятся два человека, допустим, и все, выборы считаются состоявшими. А эти 98%, значит, которые, они не учитываются никак. Что они, ну, ведь они раз не явились, значит, они против всех. Это не учитывается. А если два проголосовало, допустим, президент и премьер пришли, проголосовали, значит, будет считаться, что явка на выборах была, допустим, 99,999% в периоде процентов, и результаты голосования и 100% за Единую Россию. Это будет результат официальный. Но на самом-то деле это не так. И не явившихся со счетов брать нельзя, сбрасывать нельзя. Они тоже, это есть какой-то класс, какая-то прослойка населения, которая не явилась. И она не явкой на выборы выражает, тем самым она проголосовала против существующего порядка. Значит, ее не устраивает ни одна из этих 14 партий. Вот это для тех, кто не явился. Вот это главный признак заведомо фальшивых выборов. А надо, что при явке меньше 75% автоматический импичмент президенту объявлять. То есть, если явка меньше 75%, у нас на региональных выборах такое бывало, что и 20% приходили, и 15%. Значит, полностью нужно менять региональную власть. Если на всеобщих выборах 75% не явилось, то есть не явилось, да, 75%, то надо было импичмент этой власти. Дальше партии являются носителями... Борьба между партиями наиболее полное выражение политической борьбы классов. Мы сейчас увидим, вот 14 партий, они никакую политическую борьбу в принципе не ведут. Они все, как говорится, за одобрянство, за отсутствие революции. Ну, кроме, может быть, таких допущенных специально подпускается буржуазии, подпускаются некоторые фашистующие партии, которые нужны для устрашения электората, исключительно для устрашения электората будущими невзгодами от них. Мол, если вы за нас не проголосуете, то вот кто придет к власти. Допустим, Мальцев там придут, и Миша 2% и так далее. Фашисты, и такие элементы. Политические партии являются носителями определенной идеологии. Это еще один признак политической партии, самый главный. Один из самых главных. У нас ни одна партия политическая идеология не несет. Те, которые заявили себя партиями, я их называю просто флешмобами, быстро сляпанными по современным политическим технологиям. Раз идеологии нет, значит, мы выбираем неизвестно что. Это не партия, никакая не борьба. А битва на найск мальчиков. Чтобы разобраться в борьбе, в партийной борьбе, в межпартийной борьбе, надо не верить на слово, а изучать действительную историю партии. Изучать не столько то, что партии о себе говорят, а то, что они делают, как они поступают, как ведут себя в делах, затрагивающих коренные жизненные интересы различных классов общества. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, 5-е издание, том 12, страница 276. Ранее я цитировал тоже, была цитата из этой же книги, том 12, страница 137. Политическая партия является выразителями воли народа, промежуточным звеном между народом и государством. Ну, вот об этом я и говорил. Так вот, как ведут эти себя партии? Вот, например, можно той партии, которая называет себя ЛДПР, и которую в народе называют лодыри, паразиты, дармоеды, разбойники. Потому что там преступников много было, осужденных за очень тяжкие преступления в этой ЛДПР. Так вот, они, эти ЛДПРовцы в Думе, говорят коммунистические речи устами ихнего лидера Владимира Вольфовича Жириновского. Это коммунистические речи. Но, когда доходит дело до голосования, то они голосуют против интересов народа, то есть против своих избирателей. Результаты голосования за коренные проблемы коммунисты их обличают. Зюганов их обличил неоднократно в этом. То есть слово и дело расходятся. Вот так мы с Ленин предлагаем именно так судить о партии. Не то, что они говорят, вот как Владимир Вольфович, он красиво говорит, а по делам, то есть как вот он голосует за законы, которые противны всему обществу. Ну, я примеры не буду проводить, я Зюганов привёл эти примеры, по телевизору об этом говорят. Вот. Многопартийность. Почему? Вот смотрите, 14 партий представлены на выборы. Многопартийность отражает как противоречия между классами, так и существенные различия слоёв и групп внутри одного класса. То есть даже внутри одного класса, вот класс эксплуататоров, паразитов, есть там производительные силы, есть крупные капиталы, целиком паразитические, которые торгуют ресурсами, выводят в офшоры капиталы и материальные ценности, в офшоры регистрируют наши заводы, фабрики. Есть малый и средний бизнес, который находится в контрарном противоречии с крупным бизнесом, который, как акула, пытается их сожрать. И плюс с государством, которое облагает малый и средний бизнес необоримыми налогами. Колоссальными налогами. Если не прямыми, хотя заявлено там 13% доходов, но косвенные налоги бывают. И плюс ещё бывают такие, как надо заносить. Плюс ещё такой вот у нас есть браткам надо отстегнуть. И вот это всё малый бизнес. Браткам, да и плюс полиция, она ближе к народу, тоже ей надо отстегнуть. Вот малый бизнес под этим давлением всё время находится огромным. Давление даже больше, налоговая нагрузка на малый бизнес, больше, чем на крупные монополии. Нефтяные, газовые и так далее, ресурсные. Господствующие партии монополистического класса. Господствуют партии у нас монополистического капитала. То есть вот этих международных монополий и Вашингтонского обкома, которые подчиняются. Это типа вот Единой России партии. Она именно вот обслуживает свой круг монополий. И вот этих она их оберегает, пасёт, постригает. И наибольший доход государство имеет с них. Политический резерв. Ну, конечно, это я немножко загнул. Наибольший доход как раз с нищего населения. Потому что нищих миллионы, а олигархов там, может быть, сотни. Несколько сотен. Политический резерв Единой России это фашистские партии. Типа Баркашова, Мальцев там, сейчас Мальцев, Миша 2%. Это фашистские партии, да, это их не резерв. В программах и документах Единой России содержатся идеи либерализма, свободной торговли, спекуляции, назывался раньше, религиозной идеологии, демократических свобод, защиты прав человека. Но у них нет программы, только предвыборные платформы и воззвания. Вот теперь мы обратимся, что же такое программа партии. Ну, мы с вами технари, мы с точки зрения именно технической подойдем, потому что государство и партии – это своего рода инструменты, механизмы, которые должны четко и ясно работать по определенной схеме. Раз назвал программ, значит, надо давать сначала исходные данные. Там должно быть реал, реальное положение дел в мире, в стране, в обществе, реальное, невыдуманное, допустим, там, в чьих-то головах, объективное. Ну, интеджер, должны быть данные тоже. Сколько численностей населения и статистические данные. Вот комплексные характеристики, текстовые характеристики, к чему стремимся, к какой формации. Ну, и массивы, определенные массивы данных. Это мы как программисты с вами сейчас подходим. Ну, это и для общества, для партии тоже это, для программы партии это, ну, обязательно. И самое главное поставить цель, для чего это, какие результаты должна давать программа, что мы, и не только какие результаты, а сроки выполнения. Вот если раньше программы КПСС были, там написано, вот к 1980 году закончить экономический базис построения коммунизма в стране. 1980 год. Была четко, определенно дата. К ней стремились. Ну, добились, конечно, больших успехов в этом вопросе. К началу 80-х годов промышленность была, Россия была второй в мире по всем показателям. А по военной была на первом месте, потому что была пятимиллионная армия. Очень хорошо вооруженная армия, пятимиллионная. Сейчас около одного миллиона армии. Практически она недееспособна, не решает никаких задач. Вот таким образом программа. Программа должна, значит, цель должна быть и этап ее выполнения, что должно, к какому сроку. Значит, в этих программных документах ни одной из этих наших 14-х партий этого нет. То есть, это типа просто голословных заявлений. Они не являются уже выразителями ничьих интересов, кроме интересов монополий. Мы о многопартийности говорили, в программных документах воззвания мы говорили. Вот, например, манифест коммунистической партии можно изучить. Посмотрим пример, как это все должно быть. Все эти 14 группировок, называющие себя партиями, выражают интересы слоев чиновников и правящей верхушки и олигархических монополий. Вот, влияние, конечно, существенно-то рационала на этих, в наших условиях, условиях глобализации. Через, опять же, вот эти офшоры, давление происходит через межнациональные, интернациональные монополии, нефтяные, газовые и прочие монополии. Происходит давление на вот эту всю политическую, нашу внутриполитическую систему. политическая организация общества, политическая организация, какая оно общество, доминирующую роль в ней играет механизм диктатуры господствующего класса. господствующего класса. Какой у нас сейчас господствующий класс? Класс эксплуататоров, он уже остался, он никуда не делся. Эксплуатирующий класс. В чем он это, как он формируется, этот класс? Он формируется в виде государства, которое фактически доит население и стрижет с него налоги. Дальше, буржуазные и реформические партии, Единая Россия, потом Госплатформа, и будем перечислять их. Союзы, группы давления. Ну, вот это группы давления, это типа Мальцевская, Миша 2%, вот такие. Церковь, церковь подспудно влияет через электорат. Желтые профсоюзы, ну, это вот у нас сейчас профсоюзы все желтые, нет, потому что в дом отдых людей не направляют, здравоохранением не занимаются, образованием не занимаются, они занимаются только своими датчиками, своими доходами. Профсоюзные работники и обеспечением шестерят перед начальством. Вот плюрализм. Плюрализм, диффузии власти на места, это вот все партии заявляют о развитии регионов. Лишь прикрытие абсолютной политической власти монополистического капитала. Того капитала, который выводится за рубеж. вот такая идеологическая основа нашей системы, многопартийной системы. То есть мы видим, что нету борьбы, ну, мы здесь фашисты чего-то полу... Ну, они только на словах, а на деле они пустой звук один, мы это увидим. Партия, это парнос, парнос. Ну, ее и компрометировали, кстати, ручная она стала. И также Миронов, он, который заикнулся, было критиковать, но потом встал в строй и сейчас дружат опять с Единой Россией. Вот партия... Кстати, насчет жеребьевки. Произошла жеребьевка, довольно-таки по виду честная, по телевизору ее показывали, то есть какой номер будет в избирательном бюллетене стоять, какая партия. Надо сказать, это как раз очень честная и правильная жеребьевка. Если вспомним мы Евангелие знаменитое, то там вместо вот этого Иуда Искариотского место освободилось, он повесился и рассматривает два кандидатуры. Вот Варсава и вот второй человек забыл фамилию, ну ладно. В общем, Варсава в честь кого Варсава и второй евангелиста выбрали как раз жеребьевку и выбрали второго. Варсава пролетел. Это были честные выборы также среди апостолов. И здесь такая же катавасия прошла. В результате механизма вынимали эти шары, но правда там шары раскручивались все время, была техника не на высоте у нас была. Но по крайней мере выбор был. И вот как свыше определено название, тут по названию это все красиво. Вот первое попала Родина. это сам Бог определил, что прежде должны думать о Родине вот эти все товарищи партии. Это указание им дано. Это не говорит о том, что вот эта партия лучше Родина других. Нет, это о приоритете самих понятий, самих вот этих установок, которые свыше нам даются, чем мы должны заниматься. Это уже нам подсказка свыше идет. Вторая партия коммунисты России. Это партия там живое слово. Коммунисты должны продолжать свое дело. А дальше партия пенсионеров третья, поскольку не должна быть власть мерзавцев стоять в Кремле. Мерзавцы не должны в Кремле властвовать, которые делают пенсию меньше прожиточного уровня. Нанимальная пенсия меньше прожиточного уровня. Этого не должно быть. При существующем здравоохранении, когда врач идет убивать пациента, а пациент в отместку идет бить врача и сбивать врача. То есть война идет в здравоохранении между пациентами и клятвой Гиппократа в кавычках. Это свыше дается нам, чем мы должны заниматься, что на первом плане. Дальше идет Единая Россия. То есть на четвертом только месте. Это показывает, что сначала надо разделиться, а потом уже объединяться. Надо разделиться. Разделиться от той бандитской приватизации воровской, которая у нас была, и вернуться, сделать два шага назад. Потом мы сделали шаг вперед, казалось бы, а получилось, что вбок. Мы должны сделать два шага назад, то есть где-то к уровню той конституции, которая была с 1977 года. Вот это Единая Россия. Ну и дальше партии другие, я их не буду перечислять, мы сейчас их подробно разберем. прежде хочу сказать, что партия это в основном определяется ее лидером. Какой лидер, такая она и партия. И вот мы обладая сейчас большим опытом по эксплуатации вот этой пифагоровой системы феноменологии психоматрицы, мы сейчас разберем этих лидеров основных этих партий. Вот первая партия Родина. Что мы тут видим? Ну партию организовала Логозин когда-то, сейчас он отошел от этой организации. Вот смотрите Рогозин. Вот что дает психоматрица. Смотрите, 21 числа рожден. А вот что Пифагор говорит, что 21 числа рождаются люди, которые раньше были предателями Родины. Характерный признак там отмечается, что этот человек очень хорошо разбирается в языках. То есть он полиглот будет. Вот он у нас полиглот, он назнает 6 языков. Были раньше в прошлой жизни он предателем Родины. Вот и он стал полиглотом действительно 6 языков. Вот его характеристика матричная. Смотрите, 4 двойки, мы говорили раньше, это под управлением темных сил. Здоровье у него слабовато, он болеет часто. Но значит у него очень самомнение большое, десятка. Самомнение просто зашкаливает. Ну и склонность к аналитизму, мизантропии у него есть. Также у него в семье напряженка и много целей перед собой ставит, которые он не достигает ни одной. Характер у него генеральский, 4 единицы. То есть он ведет себя как генерал. А остальные характеристики у него вот две тройки склонность к наукам. У него есть склонность к наукам. Но вот эти 4 двойки они подтверждались у нас неоднократно, что эти люди под управлением темных сил идут. И нулевку у него по порядочу. То есть он в долг берет и может и не отдать. То есть это нечестивых таких людей называть. Нездоровый, нечестивый под управлением темных сил. Так матрица этого человека характеризует. Матрица Пифагора. Может быть он ее изменил со временем? Я не знаю. По крайней мере то, что он полиглот, это полиглот это есть. Ну он фактически не руководит. Руководит кто? Вот Журавлев фактически сейчас руководит. Он во главе списка. У него две единицы. Видите, он эгоист, самохвал. Он обаятельный человек. Вот три двойки у него. Но опять же у него со здоровьем слабовато. Логики у него нету никакой интуиции. И тоже насчет порядочности плохо. Дрался в доме он, дрался с другим депутатом. И тоже у него есть это очень стабильность большая шестой. То есть он борется со своей излишней стабильностью. А все остальные характеристики у него тоже неплохие склонность к наукам есть. Но если такой нету сексуальной никакой озабоченности у него. В отличие от этого товарища ему у него есть такой. Хотя он позиционирует себя как импотент. Но с духовностью у них все так в порядке. Вот фанатик только является у них основатель. А у Журавлева все в порядке. Ну что здесь про Журавлева сказать? Что он закончил академию при президенте академии госслужб при президенте Российской Федерации. То есть он против единой России ничего не пойдет. дальше. Там у него была специализация по организации партий по как говорится расправе с дистанционированными всякими партиями воздействию на них. И вот это у него была специализация стряпать эти новые партии. Вот Журавлев чем занимается. А по характеристике вот если посмотреть вот этот треугольник это угол из нулевок такую мы наблюдали у Круглова заместителя Берии. Вот у Круглова был тоже такой треугольник из этих нулевок. Он вечно тоже занимался переформатированием перестройками и вот разделением этого МВД на КГБ и МВД и так далее. То есть вот этими кадровыми вопросами и структурными вопросами структурными перестройками. И это тоже занимается структурированием этих партий. Дальше партия коммунисты России. Ну там вообще портрет Сталина Ленина и под этим портретом идет товарищ Сурайкин коммунисты России. Вот этот вот Сурайкин у него четыре восьмерки. Это знак экстрасенса. Знак экстрасенса. Но у него со здоровьем плоховато. Так он генерал вообще. Генеральская шестерка у него нулевка и фанатизм шестерка. А так у него так матрица более-менее ничего. Кроме того вот семейная у него напряженка и тоже целей много ставит который может не достигать. значит что можно вот сказать что несмотря на коммунистическую вот эту фразеологию которую и свою эту платформу предвыборную он имеет 100% акций в экспресс сервисе и еще вот по 50 и 51 процентов в 4 компаниях и 10,5% почти в нафтобанке 10,45 там это что в нафтобанке он имеет долю. То есть это крупный собственник представителей эксплуатирующего класса. а это демагогия коммунистическая то есть это отвлечь вот этот электорат взять на себя вот эти голоса и возглавить его возглавить нищету богатенький решился ну так же князья собственно князья они как поступали великие князья при Николае Втором они с красным бантиком в февральскую революцию все вышли на парад они приняли на ура эту февральскую революцию с красными бантиками дальше по голосованию шла вот партия пенсионеры России за справедливость и вот ну это пенсионеры опять же казалось бы вот что это за класс пенсионеры Путин тоже пенсионер не бедный человек нет нет он относится к эксплуататорскому классу классу паразитов дальше Медведев ну он Медведев не пенсионер а вот эти основные генералы там полковники у них ломовые пенсии они к пенсионерам к обычным пенсионерам не относятся у которых пенсии там 8 тысяч ниже прожиточного минимума вот вроде бы по какому принципу по принципу как говорится название просто пенсионеры и все и входит туда в это множество совершенно разнородные люди то есть является ли эта партия нет она выражает интересы непонятно чьи интересы наверное вот этого полковника Зотова бывшего полковника Зотов который является лидером этой партии но характер у него генерала энергетика три двойки здоровье у него и интуиция хорошая есть и вот две тройки к наукам он приспособлен и очень обаятельно и говорит хорошо у него три девятки все прекрасно у него кроме вот этого везения у него нету и нету порядок нечестивый он человек то есть и вот шестое у него это тоже к стабильности стремиться чтобы все было стабильно ничего не менялось и многозадачность у него это компьютер работающий в режиме многоцелевом многозадачности и восьмое это крутой фанатизм и ненависть к людям мизантропия вот вот такие характеристики ну само мнение у всех военных у них высокое с сексом у него все в порядке троечка так обычно на троечку вот такие вот у нас есть пенсионеры партия пенсионеров ну естественно там программа очень большая они там пишут всего но это все бла-бла-бла ничего там ни сроков ни задач ничего не обозначено вот четвертая партия Единая Россия под японской цифрой 4 партия Единая Россия то есть пора ее в Японию переводить под цифрой 4 что тут надо заметить вроде формальным то лидером является председатель правительства Медведев Дмитрий Анатольевич ну вот что вот у этой партии она вот правящей являлась какие такие основные у нее результаты деятельности за эти 20 лет у нее произошло она уже 20 лет где-то правит вот эта партия и эти люди 80% Российской Федерации уже в офшорах зарегистрировано дети и сами олигархи и чиновники за бугром живут проживают в основном и у них там неплохая и дела и недвижимость и движимость и яхта пароходы самолеты все там дальше один врод равняется 50% прожиточного минимума ЖКХ задавило сгорел 1 миллион гектар лесов дальше непрерывный военные конфликты инфляция галлопирующая нарушение конституции в отношении вот индексации пенсии с пенсионерами ну здравоохранение это уже сплошные бои пошли каждый день сообщений то пациент убил врача то врач убил пациента вот такие дела образование сами знаете был Ливанов что он тут надел что натворил сейчас пришла еще не менее знаменитая персона которая развалит уже все окончательно вот пожалуйста а фактически выполняет там работу вот серый кардинал Грызлов вот он он уже под управлением темных сил к тому же родился 15 то есть под уговором с темными силами с тьмой тоже у него многозадачный он компьютер нечестивый так же вот 0 вместо восьмерки невезучий 0 то есть ничего у него не выходит нету троек к науке он совершенно не приспособлен но зато он спортсмен хорош вот у него две четверки и логика у него хорошая может юридическую работу выполнять то есть способен к юридической работе но вот эти 4 двойки они опять о чем-то говорят ну и фанатизм плюс фанатик мизантроп вот такие люди руководят этой партией Единая Россия естественно что в экономике в политике все хуже и хуже в стране куда ведет эта партия к каким целям она же не пишет в своей как они называют программе в этой цедульке которую они вот пишут всегда дальше партия зеленая но я не говорю свое отношение к партии я говорю отношение Пифагора ни к Медведю ни к Грызлову у меня лично претензий нету вот матрица их такая куда от нее деться это наука сейчас мы уже доказали что это наука а не просто бла-бла-бла как там в программе у них написано дальше партия зеленая ну тут много можно говорить об этой партии как она с какого кедра она слетела и бутилированной водой сбрызнуто ну вот руководит ей некто Панфилов вот он чем характер вот чем он характер у него шесть единиц как у этой нашей Миноборнауки это крайне жестокий человек здоровьишком плоховато у него троечки нет к науке данных шестерочка нулевка физическим трудом ему заниматься много целей ставит вообще очень много дальше у него фанатизм мезонтерапии вообще зашкаливает девятка предельная цифра ну правда вот с сексом у него все в порядке то есть особо подвигами не обозначен в этой плане и восьмерка у него есть то есть он долг возьмет и отдаст и две девятки у него с умом в порядке все вот он занимался бутилированной водой бизнес у него был бутилированный вода кедр потом он там расферновал еще другие компании сделал и связи у него есть с алюминиевым магнатом черным одним из братьев черных которых уже вроде бы в Израиле проживают значит судя по вот этой девятке мезонтропии для него люди ничто а зелень это все партия зеленая она зеленью и занимается натуральной зеленью шуршащей офшорной зеленью вот ЛДПР дальше по порядку что у нас ЛДПР что ли идет нет что тут по порядку да партия гражданской платформы дальше партия гражданской платформы должны идти да зеленая шестая гражданская платформа это некто шейхуддинов философ платонист он превозносит платона особенно его голубые принципы платонизма его интересовали близок он к саентологии философ платонист создал систему спекуляции билетами авиационными билетами то есть можно заказать билеты заранее хоть откуда там и за определенную билеты эти тебе даются даже может на принтере отпечатают вот такую систему и дальше такая же спекуляция билетами на поездах и вот что он говорит шейхуддин наша цель стать голосом новой элиты страны то есть ясно что это тоже группировка она обслуживает эксплуатирующий класс новая финансовая система у них предлагается и допускает опять валютные спекуляции но в пределах малых банков крупными банками мы запрещаем спекулировать а мелким можно спекулировать валютой к этому он призывает вот такой вот шейхуддинов товарищ он очень ученый действительно у него три тройки он очень способный к наукам но опять же под управлением темных сил у него четыре двойки и он эгоист хвалит себя всегда у него две единички со здоровьем плоховато и с порядочностью тоже восьмерки нет также у него большая стремление к большой стабильности семьей не важно цели зато цели он полагает правильные и их выполняет пятерка у него как у папы римского духовность все остальное в порядке девятка правда самооценка у него немножко завышена и пятерка у него сексуальная озабоченность явно присутствует вот такая характеристика дается пифагором опять же не мной товарищу гудинову партия гражданская платформа такое выражает дальше идет у нас лдпр знаменитая народе называют лодыри дармоеды паразиты и разбойники там много было преступников осуждено но сам жириновский то он как говорится лидер что он чем характер ну смотрите у него три четверки это лошадиное здоровье это бычье здоровье но две единицы у него вот он близок к эгоизму любит хвалить себя это у него не отнимешь мы первые мы там мы все мы тут дальше пятерка у него по деньгам цель жизни обеспечить семью материально вот сыночка свое он сделал замом хочет партию свою вот эту кормушку передать по наследству его называет король членских взносов тоже много задачностей у него есть он и книжки заказывает под своим именем чтобы ему писали спичрайтеры очень много книжек заказал и написали ему проплатил он это дело и у него пять вот это немножко ну как у Папы Римского у него духовность как у Папы Римского умный он две девятки у него есть ну вот нечестивый говорит одно а делает противоположно это у него есть нулевка восьмерка нету государственной совести порядочности государственной то есть слово и дело у него полностью расходится говорит одно голосует совершенно диаметрально противоположно но зато зато у него сексом все в порядке здесь он не сфотографирован на видео как некоторые другие так ну его так называемая программа опять тоже там уже содержится одна цифра он обещает электорату нашему минимальную зарплату аж двадцать тысяч рублей в месяц ну там к какому девятнадцатому году ну к тому времени когда инфляция подскочит он про это про инфляцию не говорит он двадцать тысяч говорит будем вот платить а сколько товары будут стоить в магазине об этом он не говорит ну это такая хитрость старого ашира ну и у него есть еще большая склонность лизать задницу вышестоящему начальству популизаторство у него популизатор большой предлагает поставить Владимира Владимировича Путина царем царем поставить это ему он откровенно прямо в глаза то есть грубая лесть такая прямо она сногсшибательная все рассмеялись но это ну приятно когда уже шершавым языком король лизнул это неплохо и гимн восстановить Божий царь охране у него еще предложение в этом же их ультима креда их водобочкового инструмента и сделать черно-желто-белый флаг черно-желто-белый флаг это непонятно с какого будуна у него это идеи у него родились вот такая ЛДПР но за ним идут очень много человек потому что говорит он очень красиво а люди же не понимают что это просто как говорится кимвал бренчащий и все звенящий кимвал за ним дел нет добрых дел нет но он иногда раскидывает деньги на показ на кинокамеру он может вытащить деньги дать нищим нати кость кинуть гифа бон гифа док бон олд мэн да песня как английская диз олд мэн вот 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 такие дела теперь идет у нас восьмой это партия вообще одиозная она тоже партия но там никакой партии нету хотя там есть какая-то вот программа она борется с бюрократией и констатировать что нет экономического роста но нигде там не написано как достичь этого экономического роста и без правя регионов они вот мы про это без правя регионов со дней 1905 года слышим со дней святополка мирского мы с вами в прошлых лекциях говорили об этих всех министрах МВД которые боролись за регионы а что такое регионы вот поясню что такое власть регионам дать это значит двойное ввести налогообложение на местное бедное население вот смотрите что происходит приезжаешь в Москву там допустим один и тот же продукт стоит предположим ну 10 рублей приезжаешь вот помолиться в Сергеев посад здесь этот продукт уже стоит 20 рублей а некоторые даже и в 5 раз и в 10 раз больше стоит а только отъехал в область вот оно вот местное самоуправление недаром тут вот и мэров и пэров убивают и всякие там чинятся при местном самоуправлении ведь это же получается местный беспредел допущение допущение двойной эксплуатации населения двойного налогообложения то есть часть должна идти вот вот этому бесправным регионам то есть организованной партийной группировки местных регионов а вторая часть в центр идет вот это вот называется программа их такая и ликвидация ФСБ они глаголят ликвидировать ФСБ не нравится ну потому что они тут близки другой силовой структуре поэтому они и требуют ликвидировать а что это за партия это партия парнас возглавляет Касьянов Михаил Михайлович его в народе раньше называли когда он премьером был называли Миша 2% ну там слухи ходят но я не проверил суда не было украл 800 миллионов долларов куда-то дел 800 миллионов долларов нестыковка получилась в бюджете там и сходилась эта партия выступает за безусловное свержение Путина и Медведева но их значит ихнего коллегу раньше возглавля немцов за это убили а их почему-то ни Касьянов ни Мальцев не убили значит что они папы Гапоне как папы Гапоне ну вот мы раньше говорили что именно буржуазии выставляет вот несколько фашистских таких партий на выборы для островских электорат для на себя замыкает электорат а потом ведут его на убой вот такие партии делаются так же в Англии где один из принцев надевал на себе фашистский крест как мы уже говорили с вами в предыдущих лекциях по феноменологии Пифагора ну вот тот такой Касьян вот смотрим неплохой человек с ним можно договориться легко вид у него барина три единички у него компромиссный человек есть энергетика но вот здоровьишка нету но болеет немного у него всего одна двойка две тройки у него к наукам есть склонность и логика есть определенная для этого шестерка есть две семерки даже в картах ему может вести и две восьмерки есть у него порядочность очень порядочный человек и ну вот девятка у него это есть одна только ну в целом интеллект у него на пятерку вот эта вот пятерка вот это духовность она как у Папы Римского и вот четверка четверка хорошо вот пять это очень много целей несколько целей тоже много целевик много целевик ну и у него еще немножко вот сексом пятерочка ну вот видите Пифагор не врет документально это подтверждено эта пятерка у нас а к чем подтверждена ну вот кинокадры были сняты он со своей партийной подругой обсуждает политические проблемы соответственно в постельке лежа в постельке уютненько очень ну конечно это видео было снято неизвестно кем может быть сама эта девушка и снимала чтобы его подставить что часто бывает ну а если это снимали соответственно компетентные органы то они нарушили конституцию это ясное дело тут уже надо их судить а если девушка то девушка но это пока следствием это никто не будет проверять никто не доказать это дело спустили на тормозах вилла Касьяна у реки Москвы между интересным Мамутом и Фридманом хорошие люди в окружении то есть рядышком с хорошими людьми поэтому он так чувствует себя барином там на этих трех тысячах квадратных метров ну явно они не по зарплате эти вот такие метры и на таком месте ну сейчас он привлек с региона вот где-то с Волги с Камы нет не с Камы с Волги с Нижней Волги там Саратов Сормова где-то там он отрыл местного кадра вот он есть в интернете он очень громко звучит в вебинарах в вебинарах это плохие новости он ведет Вячеслав Мальцев ну его зовут кто Европоляк Костолом и Носорог вот у него клички в интернете такие он сам себя позиционирует как Европоляк вот смотрите его матрицу тоже он так же договариваться может стрелочник как Касьянов у него значит тоже завышенные цели у него фанатизм то есть у него стремление к стабильности все зашкаливает он борется даже своей стабильностью религиозность у него как у Папы Римского тоже и у него только единственное его подводит вот эти три шестерки имитация бурной деятельности то есть он гонит гонит волну но вот так же как вот у этого вот у нас был такой вот Хвостов он тоже был такой безбашенный то есть готов был всех убить повесить и Распутина говорит я могу с ним в баню сходить я могу тут же его убить я говорю безбашенный человек но вот у этого Хвостова министра внутренних дел у него было вертикальной нулевки такие у него было такие вертикальные а здесь горизонтальная нулевка разделяет матрицу но тоже безбашенность но уже в плане в другом плане имитатор бурной деятельности ну в интернете бурной деятельности конечно много народу там ставят лайки выступление обличающее а люди любят у нас обличение все эти новости газетные сплетни все собирают все вываливают и плохие новости с чем они собираются с бюрократией бороться ну Касьянов сам из бюрократии сам из этой верхушки ликвидировать ФСБ а ну кто же им позволит если там пока никто пока не позволит пока еще нет второго Пеньковского чтобы причины нет разгонять если бы как тогда убрали сами частного за Пеньковского а тут такой пока причины нет ну не нашли по крайней мере может быть и есть но их не выпячивают вот это партия Парнас или Парнос как она ведь и как хорошо получается Парнос партия Парнос ну ничем она не знаменита кроме как вот своим жестокостью такой а показной типа Папы Гапона партия дальше идет у нас это какая же была партия партия Парнас восьмой девятый у нас партия роста это Титов партия роста куда вот ну опять же это действительно прослойка прослойка технократов и руководителей каких-то предприятий пытаются они в кучку сбить и безработных цель создать новые рабочие места ну сейчас все банки сокращаются постепенно минимизируется опять все эти числа банков высвобождается очень много дармоедов вот этих которые деньги считают а не производят ничего вот им надо создать новые рабочие места но этим занимается кстати Герман Стерлик он собирается на деревне им тоже самую строить рабочие места для чего отключить электричество по всей стране но во всем мире тоже экономика значит их цель создать новые рабочие места экономика превыше всего экономизм это ясно мы с вами когда рассматривали Ленина материализм империи конституции то там мы рассматривали вот это направление идеологическое экономизм в политике философии мы люди дела деловые и опять развитие регионов видите за двойное налогообложение за двойной пресс на наше население но это опять же в конечном счете на пенсионеров потому что за счет цен уровня цен повышения их уровень стремится у пенсионеров и дальше ну мысль такая как вот у академика была был академик такой в академии наук занимался вычислительной техникой сетями вычислительными Глушков и вот у них тоже такой же лозунг калькулятор вместо чиновников ну Глушков он выступал как он единый ЕГАЗ единый государственный автоматизированный система ну который сейчас у нас фактически по его идеям внедряется и у него была цель экономии бумаги чтобы бумаги меньше расходовать экологию лучше Байкал очистить и так далее без бумажной технологии вот сейчас мы видим вот единый центр вот этот который обслуживает население везде созданы вот эти единые центры туда придешь все вопросы там решают ну когда ты приходишь в этот центр во-первых тебе надо принести с собой вот эти бумаги во-вторых они тебе все это копируют каждый раз приходишь каждый раз к ним с одним и тем вопросом и они по этому каждому вопросу у тебя снимают копию паспорта копию пенсионного копию ветеранского и так далее и так далее то есть они на тебя тратят вот эту бумагу и это немереное количество этой бумаги то есть мысль Глушкова была хорошая но он не понимал что не в наших условиях это решать потому что в компьютер влезли хакеры и компьютер стал фактически поляной такой для грабежа для безнаказанного грабежа поэтому везде требуются бумажные носители они еще увеличились в связи вот этим хакерством также и здесь компьютер вместо чиновников ну будет другой чиновник который будет этим компьютером управлять и будет на него ссылаться а это вот компьютер ошибся он тебе начислил он поехал я в деревню с этим с телефоном там лежали деньги на телефоне приехал в деревню сообщить что вот я доехал хорошо включаю этот билайн а там ноль денег и телефон заблокирован а вдруг я бы в лес пошел вдруг это чего мне надо было бы это а как же я позвоню даже в МЧС 112 не дозвониться а деньги а за чего сняли вот кто надо сейчас выяснять почему они так делают вот эти вот компьютер все делают а это у нас это компьютер сделал все мы не виноваты и никто не привлекает за это но там где деньги там и преступление и тем более здесь систематически у нас идет ошибка нас приучает платить за не сделанную работу за не оказанную услугу за неполученный товар то есть мы вперед платим этому центру этому билайну там МТС и другим мы им вперед платим так же как вот заплужили вот этого интернета мы платим вперед за месяц а там что они с нами сделают в течение этого месяца неизвестно куда они наши деньги дедут это уже в руках вот этого как раз компьютера компьютер руководит это будет борьба за это дело ну актив кто у этой партии роста это Ермольник вот артисты Лунгин режиссер Хакамада Потапенко вот все такие люди тут там Потапенко в интернет известный человек несет всякую ахинею тоже и вот лидер Титов вот у него опять четыре двойки видите под управлением темных сил а что тут говорить так же у него вот пятер много целей ставит ничего не выполнит вот так же он этот нечестивый нулевка у него по этой матрице судя судя по этой матрице Говорун широкого профиля его называют так коллеги по депутатам Говорун широкого ну типа Хлестакова у него много таких проектов было вообще немыслимых и кроме того Говорун Говорун а насчет хватки насчет собственности вот 30% Абрау Дюйсо шампанское 30% ему наливается всего шампанское нашего Абрау Дюйсо крупнейший производитель шампанских вин вот такая партия роста кто не растет тот не пьет шампанского лозунг этой партии должен быть такой вот это была девятка десятка была партия яблоко там по порядку с яблоком вообще непонятная вещь творится ну там вот руководителем был Явлинский партия ну знаменитый там со времен захвата власти как говорится олигархически вот этим либерастами он там активную роль играл поскольку у него энергетика как у Ленина ленинская энергетика у него пять двоек вот там было дело когда ГКЧП возникло в группе которой первые ворвались в квартиру министра внутренних дел товарища Пуга был вот этот товарищ Явлинский след КПСС вот там сначала это следствие было началось а потом убрали этих следователей которые хотели показать что как раз Явлинский участвовал в убийстве этого Пуга а потом сформировали вроде мнение что Пуга сначала жену застрелил с какого-то будуна а потом себя застрелил уж если ему стреляться то к чему ему жену застреливать а потом себя но там непонятное дело мы сейчас сникать не будем но дело темное оно кстати не раскрыто убийство Пуга это дело так и осталось оно под сукном может быть когда-нибудь кто-нибудь им займется но это надо на детектор жи Явлинского вводить а кто это будет делать так в принципе очень просто решается пока он живой можно его на детектор жи прокатать по этому делу как там он ворвался в квартиру что он там делал какие его действия кто там с ним был но это уже дело не мое это не наше дело но по крайней мере вот в интернете есть про него такое и также об его связях с Солнцевской и Казанской объединенной партийной группировками этими организованными партийными группировками я их так буду называть я ничего против братков тоже не имею потому что лично считаю что тех которых называют живут по понятиям и руководят там их называют почему-то воры в законе но это глубоко порядочные люди на мой взгляд они более порядочные чем президент и премьер каждый из них поэтому я только уважительно к ним отношусь сами они к преступлениям лично не причастны они владеют общаком и помогают вот этим преступникам зачастую встать на ноги опустившимся людям то есть всем павшим помогают там кто в тюрьму и так далее оказывают посильный помощь и при выходе из тюрьмы они одевают обувают и приспосабливают к работе ну а дальше уже как встанет на путь истинный встанет не встанет это другое дело поэтому вот вот эту близость с солнцевской казанской группировкам я тоже его не хочу это обсуждать ювелинского вот у него такая матрица вот видите у него пять это ленинская энергетика то есть энергетика очень большая но у него вот сексуально соединиться как у Распутина переборами может заниматься и шестерка у него семейная тоже в этом плане тоже напряг какой-то есть дальше он человек подвижный единичка у него вот эта подвижность у него привычек никаких нет он может сесть на самолет и лететь в любой момент его подними и он поедет с духовностью у него тоже все в порядке он был вообще отлично учился хорошо ботаник был хороший ботаник и в школе в институте он все на первых местах у него логика есть здоровьишка у него вот порядочная но он эгоист вот у него две единички он эгоист и любит хвалить себя тоже и вот вот такие у него характеристики в общем-то и нулевки вот смотрите много нулевок которые разделяют матрицу вот у него троек нет наукам нет данных нету шестерки связи с землей нету везения и нету порядочности вот то есть не то что порядочности а нечестиво ну да в долг может взять и не отдать а в основном в основном матрицы так особого криминала нету вот фактически выполняет слабунова сейчас но кто она настоящая девичья фамилия это в интернете неизвестно никто не знает какая девичья у нее фамилия кто у нее родители это данных нет но она уже генераль что у нее 4 единицы но у нее нету энергетики ну видимо делится с ней вот и в линске это энергетика у нее вот в карте она хорошо работает но у нее тоже много целей поставлено перед ней она очень много распыляется по целям нету шестерки надо физическим трудом заниматься а у нее в другом вот шестерка это фанатизм фанатизм у нее есть большой в основном там вот и четверка еще здесь у нее здесь необходимо близость с противоположным полом четверка у нее есть то есть можно сказать что немножко она слабунована на это дело на передок по матрице судя я не скажу что вот на самом деле в жизни так но матрица так рисует а в самом деле это факты наверное покажут как что но электорат должен об этом знать вот матрицу мало ли что факт то что еще другим обстоятельством является что она наполовину уже в ФРГ живет потому что сын у нее руководит фирмой обслуживающей коллекционеров старинных часов то есть владеет магазином старинных часов в Мюнхене ФРГ нет данных родителей ее девичьей фамилии вот вот такая вот руководство вот этой партии яблоко куда она стремится уважение к человеку у нее цель уважения к человеку этой партии ну это благородная цель но это не цель для партии какому человеку на какой слой населения она ориентирована непонятно может быть это партия вот этих казанских ребят это но мы об этом говорили что могут быть и такие слои населения вот справедливая Россия дальше а нет десятый это кто у нас десятый у нас это десятый у нас гражданская сила борщевский тоже загадочная партия но я не буду его оскорблять и все такое прочее что его называют тут в интернете ротожоп его в школе называли искус ну вот у него интересное есть предложение поменять ученых на астрологов какая его была первоначальная деятельность он юрист сам по себе закончил юридический и помогал он переводить деньги предпринимателям ну конечно не безвозмездно переводить деньги в офшоры вот такое у него было вначале он на этом начинал ну там лично все это в интернете в википедии вы посмотрите там все это есть но там как-то факты а на самом деле внутреннее строение человека она вот этой матрицы немного определяется что он борщевский под управлением темных сил не очень здоровый но у него с детства болезнь желудка поэтому у него изо рта все время несло но у него вот три пятерки он даже видит и прошлое и будущее но не может на него никак определить как из него выпутаться из этого из прошлого и из будущего у него с семьей напряженка хотя он очень много детей взял на воспитание но все равно пятерка у него тоже сексуальная пятерка вот эта загруженность и фанатизм и затрапизм это у него присутствует вот в основном вот это и нету шестерки нету здоровья и тем больше он болеет тем больше у него двойка а у него вот эти четыре двойки но он в то же время компромиссный человек у него три единицы поэтому он наверное адвокат остальные все данные такие но на самом деле это партия не Борчевский сейчас руководит а они выдвинули вот товарища Быканина вот Быканин у нас он уже самодор вот у него пять единиц энергетика есть две двойки но тоже ноль здоровья и плюс ноль логика многоцелевика шестерка пятерка любит стабильность не любит перемен обаятельный человек то есть говорить может интересно разговаривать и быстро все схватывает три девятки но фанатик мизантроп людей не очень любит не любит сексом у него все в порядке сексуальность все в порядке нету только вот логики здоровьишка нету и вот такие характеристики чем он занимался он занимался компанией владел по перевозке грузов по образованию тоже юрист но это партия видимо под юристов адвокатов она и создана под эту группу прослойку населения вот такие дела следующая партия у нас 11 где же у нас партия 11 может быть и пропустили а была наверное 11 да вот это вот и была партия партия гражданская сила партия яблоко было партия КПРФ 12 у нас КПРФ вот Зюгана вот его матрица мы видели я в тот раз показал вот ну это значит что у нас близок тоже к эгоизму тоже три двойки обаятельные привлекательные сексуально здоровенький секс-символом является две шестерки близ на земле пятерка вот у него пятерка подводит единственная цель в жизни обеспечить свою семью единственная цель в жизни у него и вот нету везения везения действительно у него нету а так в основном матрица хорошая матрица пятерка у него по семье там у него что-то его зовут кличка Реут у него у него подружка Реут он многолетняя любовь на две семьи говорят живет проследили его папарацци вот его зовут Геннадий Андреевич Реут ну там программа конечно есть и можно было бы сориентироваться на эту партию судя по программе но не надо забывать что мы же говорили что надо историю партии как она развивалась эта партия и не то что она говорит а то что делает партия была в 96 году 1996 году Зюганов набрал большинство голосов и опередил намного Ельцина ему надо было в принципе по результатам того голосования брать брать в свои руки но он уступил эти свои голоса вот тогда Ельцину в 96 уже говорит о том что человек он невезучий то есть ему в этом дело не повезло а еще раньше заметим когда был вот вопрос вставал об этим захвате власти Ельцина захвате власти Ельцина и расстрел ну это уже в 93 было расстрел Белого дома ну до этого у него тоже была возможность когда Горбачева сняли в тот момент когда Горбачева сняли у него и назначили его КПСС заведовать как говорится то он здесь тоже вот вышли эти все вот либералы приехали с танками их это разгонять приехали на танках он дал приказ коммунистам не вмешиваться то есть не выходить на улицы то есть опять он допустил просчет а надо было что сделать воспользоваться договоренностями которые были в странах между странами социалистического лагеря то есть там была договоренность обеспечивает стабильность власти коммунистических правительств друг друга поддерживать надо было обратиться к китайским товарищам обратиться к другим коммунистическим партиям всего мира оказать помощь по вот этому перевороту иностранному захвату фактически власти в стране вот эти иностранными агентами типа Чубайса и окруженного этим всеми и надо было дать бой решительный как вот у китайцев у китайцев тоже такая ситуация была помните площадь Тяньмэнь это такая же была ситуация но нерешительные меры приняли потому что здесь или ты потеряешь 80 миллионов человек как мы потеряли сейчас у нас электорат какой 111 где-то миллионов человек вместо 200 или мы бы только потеряли те которые безумцы вышли вот эти спекулянты на площадь либерасты вот китайцы пошли китайские народы в принципе вторая была возможность когда Беловежские соглашения опираясь на референдум обеспечить значит власть стране СССР третья возможность сейчас у него есть было объединиться с теми силами которые требуют восстановления СССР и законного порядка на основе законов СССР в стране которые тут придерживаются группа Тараскина который объявил себя ИО в Рио исполняющим президента СССР на основе юридических всех законов он доказал что в стране эти законы СССР никто не отменял и новые законы которые введены они все незаконны все правительство и президенты все они незаконны и все власти на местах полностью незаконны на основе Беловежских соглашений вот если бы партия КПСС объединилась с Тараскиным то это была бы уже достаточная сила которая выражала бы интересы именно трудящихся именно интересы всего угнетенного населения страны которая грабит международные монополии вытаскивает все недра из-под населения и портит экологию в стране сожгли миллион гектар лесов которые являются легкими всей планеты вот вот такая КПСС то есть это ненадежный человек Зюганов он занят скорее всего там своими личными вопросами вот сыновьями и внуками он сейчас внуков депутата продвигает на кормушку на эту поэтому вот такие дела Патриота России Семигина мы не рассматривали давайте рассмотрим Патриота России Семигина ну что тоже под управлением темных сил вот видите это Распутинская матрица тень агента ветра но также вот Солженицын имел такую же матрицу тоже у него было у Распутина было три двойки у него было действительно целительный дар а у этого четыре то есть под управлением темных сил ну компромисс он может найти компромисс в основном у него так остальное кроме вот этой вот лестницы нулей но это уже о многом говорит человек не сам по себе идет не в свои интересы тень агента ветра под управлением темных сил что он полковник военно-космических сил запаса но полковник стал он не военные не во время военной службы он уволен в 90-м году в звании старшего лейтенанта прослужив пять лет как наверное после института потом окончил московский юридический институт юрист возглавлял он концерн финансово промышленную группу и консорцию ну и вот эта вот нулевка которая опять безошибочная ведь дело пифагор смотрите как рисует вот нулевку восьмерки нету то есть человек нечестивый в долг берет и не отдает ну у него это есть он банком должен столько денег и всегда был должен очень много и не отдавал и не отдает вот пятерку у него много целей перед собой ставит вот вот такой Семегин это ну вот справедливая Россия это о Миронове можно сказать отдельная речь но я не буду здесь продлевать эту нашу лекцию потому что уже дело к концу 14 партия справедливая Россия тут Миронов лидер откуда он произошел Миронов из питерских кто его выдвинул в большую политику это уважаемый человек Яковлев Константин Костя Могила его называют этого товарища Костя Могила его и двинул в эту политику что тут нельзя отрываться от своих корней как говорят ну дальше он был вот начинал он в кругу с предпринимателем Молчанов тут треугольник был Молчанов Миронов Путин тут тоже начинал Владимир Владимирович в этом треугольнике работать с Миронов то есть они дружили хорошо в результате этого Миронов был назначен председателем сената вот где сейчас Матвиенко он был на месте Матвиенко ну там он начал уже это химию производить свою личную химию уже в отрыве от законов и не по понятию не по закону не по понятию начал по себе работать ну я не знаю почему он жив остался может по милости Путина или там по милости того же Костя Майгилы он торговал местами в сенате может делился 2 миллиона долларов стоило место сенатор чтобы в кресле сенатора посидеть позаседать но об этом регионале сенатор от регионов свидетельство дал свое в интернете там есть компромат на Миронов компромат на всех есть есть в интернете но вот 2 свидетельства про это дело про продажу между сенатик Сафин вот предприниматель миллиардер Сафин А.Р уважаемый человек когда на свадьбе своей дочери корреспонденту болтливому одному кстати говоря нехорошо поступил этот корреспондент он выдал сказал что Сафин говорил что купил у Миронова не только место в сенате но и самого у выхухоля с потрохами то есть он купленный Сафин Миронов так заявил по крайней мере ну где тут хвостахнук где свидетельство правдивая это ложь мы сейчас выяснять не будем но нет дыма без огня я думаю если бы этого не было вот то два свидетельства вот это уже два свидетеля говорят может их есть больше а ну третье свидетельство он заказал книгу про себя хвалебную книгу большая книга феномен Миронова третье лицо в государстве заказал автор автор там как-то немножко затронул других лиц не в том плане что многим не понравилось и он это третье лицо государства уничтожил весь этот тираж по своей же инициативе понял что там накручено спичрайтера не того нанял Жириновский более талантливых людей привлекает вот такие 14 партий но это не партии я говорю там одно блаблабла это одни предмыверные платформы никаких интересов они даже не рассматривают какие классы в обществе какие интересные интересы они выражают какие цели задачи какие сроки выполнения все это ничего это нет поэтому я вполне понимаю те которые подумали говорят а чего идти голосовать там одни и те же люди фигурируют уже 20 лет одни и те же люди вот такие дела у нас с выборами это теория таких выборов у нас пока еще не сформирована у нас оппозиция настоящего оппозиции которому выражало интересы трудового населения страны и интересы обездоленных нищих пенсионеров тех которые по помойкам пропитание себе ищут и одежду чтобы одеться вот интересы этих людей интересы людей которых губит здравоохранение губит бесконтрольное производство токсичных высокотоксичных продуктов начиная с хлеба ведь хлеба то не производится в стране хорошо то есть вообще это не то что мы покупаем оно даже не пахнет хлебом это на какой-то эрзаце немецкий военный они наверное по этой технологии то что вот в концлагере наверное они там пекли так хлеб вот сейчас выпекает хлеб Герман Стерликов он человек деловой и у него это дело получается качественно все он схватывает любые идеи новые все применяет и сейчас он радует за то чтобы пахать опять на лошади вот это как раз выделение удобнее лошади сена да и все больше ничего она энергии больше не требует а для того чтобы выманить население вот это наш электорат который этот планктон офисный планктон из больших из Москвы из Питера из других крупных городов выманить на село чтобы занялись землей получали бы экологически чистую продукцию и в стране развитие шло экономическое он предлагает выключить электричество в стране то есть обесточить всю всю Москву все эти ведущие города и народ поневоле потянется в деревню ну этот сценарий этот сценарий кстати мы уже революционный сценарий он предлагает там без боев конечно не будет дело не обойдется тогда здесь сельскому населению не позавидуешь когда толпа голодных холодных с оружием кинется в деревню вот вот такие дела мы рассмотрели вам ситуацию с выборами 2016 года кстати говоря год у нас високосный в чего он назван високосный от слова Касьян 29 февраля у нас празднуется Касьяна в день один раз в четыре года поэтому Иоанн Касьян римлянин вот такой вот праздник Касьян ну вот предлагаю вам рассмотреть как вот Ленин учит Владимир Владимирович Ленин учит посмотреть все партии не только по словам но и к траекторию как они вот меняли названия как они меняли свои воззвания свои тексты вот эти меняли они которые называли они программами вот хотя ну за основу можно программу КПСС взять любую программу КПСС взять Сталинскую программу Ленинскую взять это хотя бы это ну просто переписать как школьник вот сел перепиши только замени замени цифры даты и цели поставь конкретные что можно же так же сделать никто вот кроме коммунистов но коммунисты тоже они не решаются конкретно поставить цели потому что у них нету борьбы за власть то есть КПРФ в лице Зюганова это партия импотента импотентная партия в отношении захвата власти всего вам доброго хотя она вот по рейтингу на втором месте стоит сейчас многие проголосовали бы за единую Россию всего доброго желаю вам сделать правильный выбор и проголосовать именно за ту партию которая отвечает вашим интересам